В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск и поговорим о делах культурных. Фортепианные вечера в Нитане. Мы уже неоднократно рассказывали об этих замечательных вечерах, о замечательных людях, которые там выступают, об артистах. И снова у нас в гостях профессор Леонид Спивак, организатор, фортепианист, организатор этих вечеров. Леонид, что ждет нас в ближайшую субботу? Как Вы сказали, это будет один из концертов моего проекта «Арвейб Сантербенатане», на русский язык переводится «Фортепианные вечера в Натане». Будет концерт, очень интересный, на мой взгляд, концерт, которого я и очень многие слушатели ждут уже три года почти. Ну, так обещанного три года ждут. Точно, так и получается, как в пословице. Будет на этой сцене, вновь появится потрясающая певица, которую очень хорошо знают Натане, хотя в таких маленьких городах она практически не выступает. Это Сюзанна Порецкая. Сюзанна Порецкая личность настолько яркая, певица настолько талантливая, что о ней простыми словами почти невозможно говорить. Только превосходная степень, только какие-то необыкновенные сравнения. Я немножко расскажу о том, почему я с ней знаком и как я с ней познакомился. Это интересно. 1992 год, я второй год в Израиле устраиваю первый национальный конкурс артистов Алим. И туда приходят две молодые женщины, певицы, и заявляют, мы поем дуэт. Это Сюзанна Порецкая и Лариса Татуева. Никому тогда еще практически неизвестные, с такими же глазами, в которых масса вопросов и никаких ответов. Но когда они запели, сразу последовали ответы превосходные. В том конкурсе они заняли среди вокалистов второе место, потому что оно было не сольное выступление, а сравнивать их было не с кем. И так мы познакомились. Кстати, Сюзанна жила тогда в Натании. А потом началась совершенно исключительная жизнь и у Сюзанны, и у Ларисы. Они прошли стажировку в Италии. Потом в 1993 году Сюзанна услышала американская дирижер, довольно известная. Она приезжала в Натанию, Эва Клевер, и она пригласила ее на концерт в Нью-Йорк, в Карнеги Холл. Это был грандиозный успех, прорыв. Вот потом последовала Италия. А самым значительным явлением в ее жизни стало участие в конкурсе «Опералия». Этот конкурс проходил при поддержке, под гидой Пласидо Доминго, всемирно известного тенора. Естественно, все знают. Он тогда был в полном расцвете своих сил. И вот первым победителем этого конкурса стала Сюзанна. Ну и естественно, что последовали приглашения во все страны Европы, центральные сцены. И Пласидо Доминго приглашал ее лично составить ему партнерство в операх, в таких как Кармен, в операх Верди. И это, конечно, послужило колоссальной популярностью этой актрисы, у которой дневник был расписан на многие годы. В начале 2000-х годов Сюзанна переезжает по личным причинам в Америку. И поет в ведущих театрах, в оперных театрах Америки с большим успехом. Но при этом почти каждый год она бывает в Натане и в Израиле посещает. Когда я начал работать, открыл фортепиано вечера в Натане, я очень так осторожно стал водить вокалистов в свой план. Оказалось, что Сюзанна собирает такие залы и имеет такой громовой успех, что я просто стал их уже планировать на годы вперед. И, в общем, мне это удавалось так через год ее получать. А тут вот в данный момент она не пела у меня три года почти. Естественно... То есть она приехала в Израиль на какие-то гастроли? Да. Я могу сказать, что кроме моего концерта, концерта у меня, это не мой концерт, кроме этого концерта, который состоится 10 марта в 8 часов вечера, у нее будет огромнейший концерт 12 марта с симфоническим оркестром в Петахтыкве. Это очень интересная программа, дирижер Вак Папян, это Аждоцкий симфонический оркестр, очень... там большой зал, там, ну, немножко другая обстановка, чем у меня. Ну, у вас такое все камерное, домашнее, домашнее, это очень... Это не домашнее. Дорогого стоит. Оно вполне... Нет, не домашний концерт, а обстановка домашняя. А обстановка сердечная, я бы сказал, понимаете? Да. С хорошей акустикой. Ну, понимаете, такие два концерта нельзя сравнивать. Тот концерт парадный, просто, знаете, такой королевский. Это большой зал с ярусом на 800-900 мест примерно. Ну, не знаю, мне, например, интереснее, вот я часто бываю у вас на ваших вечерах, мне гораздо интереснее вот в маленьком небольшом зале, когда ты видишь актера поблизости, певца, там, или исполнителя, ты слышишь, зачастую им просто и микрофоны-то не нужны, потому что... Просто не нужны. Замы большой, они совершенно спокойно берут своим голосом, это совершенно другой звук. Одно дело, когда ты слышишь через микрофон и через колонки, а другое дело, когда ты сидишь и слышишь живьем. Это совершенно другое удовольствие. Вы очень правильно заметили, у меня однажды пели эстрадные актеры. Ну, песни такие популярные. Была такая необходимость сделать такой концерт. И вы знаете, когда они пели с микрофоном, я не узнал этого зала. Настолько звук был несбалансирован. Ну, может быть, еще многое зависит от звукорежиссера. Нет, ну, разумеется. Но все равно, живой звук – это живой звук. Непривычно слышать звук голоса с микрофоном, а у Сезанны Порецкой такой тембр голоса и такая красота, ну, не говоря о том, что это культурнейший музыкант. Понимаете? Высокого уровня. Да, это музыкант, понимаете? Это не просто певица. К сожалению, у меня свое личное есть отношение к вокальному искусству. Он не очень такой, я бы сказал, с большими знаками плюс. Может быть, потому что я мало с ними работал, может быть, потому что так меня воспитали. Я больше инструменталист и слышу звук инструментальный. Но ее голос – это совершенно необыкновенный голос. Ее игра на сцене – это не просто камерное пение, а это какие-то картины, музыкальные картины в движении. Настолько выразительно вся она, и не нужен никакой микрофон. Конечно. Не нужен просто. Такие голоса. А, Леонид, что будет в программе концерта? Вы знаете, вот здесь извечная, так сказать, проблема репертуара. У нее репертуар неограниченный, просто безграничный, я бы сказал. Но когда надо уже конкретно выбрать что-то, это начинается… То есть нужно отсечь что-то лишнее. Отсекать невозможно. Все хочется. И вот, когда я разговаривал с Элой Пасик, которая постоянно с ней работает… Компонирует. Да, это постоянно. Это великолепное, это, кстати, содружество музыкальное. Я говорю, Элочка, ну, когда я получу программу, мне же надо людям объяснить, что будет. В общем, решили, что это будут серенады и вальсы о любви. А какие она решит в последний момент? Какие, я узнаю, наверное, в пятницу вечера. Это будет определенный сюрприз. Да, нет, ну, понимаете, видите, у меня же еще в этом концерте принимает участие мой любимый шопианист израильский, Миша Зерцекель, которому достаточно сказать, будут серенады и вальсы о любви. Будешь играть, он находит среди фортепианных транскрипций те же серенады и вальсы, и это бывает великолепным дополнением и украшением концерта. Другое дело, что Миша не обязательно говорит за пять дней до этого. Можно сказать, и накануне... То есть он играет с листа. Он наизусть, все это в его репертуаре. Вопрос в другом, что мне нужно напечатать программу. Я же делаю программу для зрителей. И тогда концерт как бы, как волна катится, понимаете. Не нужно каждый раз останавливаться и говорить, а сейчас я исполню. Понимаете, это уже, ну, как бы старый век, прошлый век. Традиция, традиция. Вот. А здесь, когда человек видит программу, ему становится ясно это, это. Может быть, если там, предположим, нужно заменить какое-то или переставить местами какое-то произведение, тогда я выхожу на сцену и говорю, я прошу прощения, по желанию исполнителя, мы немножко видоизменяем программу. То есть, дорогие друзья, вас ждет сюрприз. Итак, 10 марта в 8 часов вечера, фортепианные вечера в Нитании. Кто заинтересуется, пожалуйста, приходите, получите колоссальное удовольствие. И 12 числа апреля в Петертыкве симфонический концерт Аждотского оркестра во главе с Вагом Папианом будет большой концерт тоже Сюзанны Порецкой. Спасибо. Спасибо, Леонид Спивак. Спасибо за это сообщение. Ну и до встречи, до встречи на нашем, на вашем концерте. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова